Субтитры делал DimaTorzok Дети, выросшие в подвалах, едут вокруг земного шара С призывом об усыновлении! Россия вперед! Россия бесед! С таким настроем и поедет наша велоколонна Маршрут пройдет через Железногорск, Сосновоборск, Вознесенку, Березовку и Красноярск По пути будем заезжать в детские дома и общаться с теми, кто пока не обрел свою семью Но главное бороться с мифами об усыновлении Участники веломарафона расскажут нашим телезрителям свои жизненные истории Особое внимание в этом проекте мы уделим подросткам Именно им труднее всего найти приемную семью Проект мы организуем совместно с Альянсом инициатив «Россия без сирот» Наверное, все наши зрители, жители Красноярского края заметили, что в этом году мы вообще очень много внимания В эфире уделяем детям проблемам, решениям каких-то этих проблем, связанных с детьми Дети это всегда интересно и здесь тоже есть не только радостные моменты, есть и проблемы, которые можно совместно сообщать, решать И мы хотим тоже участвовать в этом Специалисты говорят, в деле усыновления самое главное, как можно чаще говорить о проблеме После репортажей на телевидении о детях-сиротах, желающих взять в семью ребенка становится больше Но все же непристроенными остаются 4,5 тысячи детей Есть в нашем крае и центр, специалисты которого помогают детям и их новым родителям найти друг друга Главный упор, конечно, делается на профилактику социального сиротства Это наша общая проблема, сделать так, чтобы вообще сирот не было Потому что именно в семье, а не в детском доме или в другом учреждении Ребенок может быть воспитан полноценным, успешным Будущим приемным родителям психологи и педагоги центра помогут и подскажут Вопросов много, особенно в самый ответственный момент, когда стоит выбор, взять ли ребенка из детского дома Очень много страхов, как это будет, сам выбор ребенка Какое у него будет здоровье у ребенка, как он будет выглядеть внешне И как они будут с ним взаимодействовать, когда уже ребенок попадет в семью Не стоит упираться на эти страхи, бояться каких-то моментов Потому что все вопросы разрешимы Любой вопрос мы можем в центре разрешить и помочь Сегодня в нашей стране многое уже сделано для поддержки семей, берущих детей на воспитание Больше года действует общероссийский проект «России важен каждый ребенок» У нас-то как раз вопросами семейного устройства детей-сирот в крае занимаются очень давно И вот именно общественные организации этим занимаются А проект он немножко дал еще толчок этим общественным инициативам Чтобы как можно больше детей обрели свою семью, телеканал «Инисей» решил провести велопробег по краю Стартуем уже в августе Мы обязательно будем рассказывать о всех этапах подготовки и о путешествии наших велосипедистов Ольга Тишинина, Виталий Князев, Новости Каждый день к проекту телеканала «Инисей. Сердце. Километры» присоединяются все новые герои Им предстоит принять участие в масштабном велопробеге от Железногорска до Красноярска Минуя различные населенные пункты Сегодня мы знакомимся с некоторыми участниками этого самого велопробега Альфия решила принять участие в велопробеге, как только о нем услышала Уже сейчас девушка активно тренируется, а в перерывах во всем помогает и играет с другими ребятишками из социально-реабилитационного центра Управляться с детьми – мое призвание, говорит Альфия Сейчас она собирается получать педагогическое образование Я сейчас пытаюсь поступить в детский сад воспитателем Свою семью я вижу большую, дружную Девушка, как и другие участники акции, у велопробега ждет с нетерпением Признается, в первую очередь это новые впечатления Ведь им предстоит проехать от Железногорска, Минуя-Сосновоборск, Вознесенку и Березовку Конечный пункт – Красноярск Для меня интересно пообщаться с новыми людьми, познакомиться с кем-то, поддержать новость в тонусе, проехаться На велике катаюсь, нравится Всегда мечтал, принять участие на велопробеге Место призовое – мечта Мадрина, Лина, например, смотря какая трасса еще будет Интересная, я думаю, будет это точно Специалисты говорят, чтобы ребятишки нашли своих приемных родителей Главное – постоянно говорить о проблеме Ведь сейчас в нашем крае еще 4,5 тысячи детей остаются без семьи Информирование населения, что действительно есть такие дети, которые хотят обрести семью Они реально помогают Может, много есть людей, которые хотят за детей под опеку усыновить, но не знают, куда обратиться По мнению экспертов, главное, что может сделать акция – побороть мифы об усыновлении Участники веломарафона будут рассказывать нашим телезрителям свои жизненные истории Особое внимание в этом проекте мы уделим подросткам и воспитанникам районных детских домов Именно им труднее всего найти приемную семью Ребятишки, которые находятся в районных детских домах, у них внимания меньше И вообще внимания со стороны взрослых меньше Поэтому любая акция такая для них – это просто огромный подарок, праздник И самое главное, конечно, акция нужна для того, чтобы обратить внимание на детей, которые старше Для того, чтобы поднять тему, для того, чтобы люди замечали И это самое главное – замечали вокруг себя социально незащищенных людей Людей, которым нужна помощь Но уж когда мы говорим о детях, о детях-сиротах, то это вообще проблема Потому что в обществе не должно быть таких детей Мы понимаем, что в идеале все дети должны воспитываться в семье Специалисты напоминают, в крае работает региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей Туда вы можете обратиться за всей информацией о ребенке, в том числе и о участниках нашего проекта Александр Ловицкий, Александр Ермошенко, Юлия Белевич и Дмитрий Бородай – Новости Проект телеканала «Инеси сердце километры» набирает обороты К нашему масштабному веломарафону каждый день присоединяются новые участники Вместе с ними мы отправимся в путешествие по востоку края Преодолеем сотни километров дорог и побываем в пяти городах И сегодня знакомимся с новыми героями нашего велопробега Танцевальные па Кристина и Саша разучивали несколько недель Вместе выступают уже три года, поэтому понимают друг друга без слов Язык движений, говорят ребята, универсален Варюшки, прихватки мы делали вот такие вот Рукоделие – любимое занятие Кристины, даже коридоры детского дома превратило в настоящую картинную галерею Все цветы вышивала из лент, малейшая неточность и надо начинать все заново Но девушка признается, терпение ей не занимать, да и руку уже набила А когда Кристина начинает перечислять все свои увлечения, даже удивляешься, как все успевает Бисером умею вышивать, шью на машинке А какое самое любимое занятие все-таки? Не знаю, все люблю Мастерить любит и Саша, такого павлина из бумаги делал пять дней На некоторые фигуры уходит и месяц На похвалу реагирует скромно и рассказывает, еще много чего умеет Разжигаю там, разные рисунки делаю Но главная страсть парня – мини-футбол Под шестым номером один за другим забивает голы Без спорта Саша вообще себя не видит Вместе с Кристиной нарезают круги на велосипедах вокруг интерната Душа требует приключений Поэтому участвовать в велопробеге по краю решили сразу, без раздумий Ребята признаются, быть может исполниться их главная мечта Они найдут маму и папу Данный проект поможет детям увидеть мир, увидеть другие города Познакомиться, пообщаться с новыми друзьями Может приобрести этих друзей и в дальнейшем общаться А также я думаю, что данный проект может даст возможность приобрести семью И сделать наших детей счастливыми Я в это верю А само понятие сердца километра, что в каждом километре чье-то сердце Роман Мажерин рассказывает, главная цель проекта – поднять авторитет усыновления Участники веломарафона, счастливые приемные родители и дети Расскажут нашим телезрителям свои истории Велопробег с сердца километра Телеканал «Инисей» организует совместно с альянсом инициатив «Россия без сирот» Цель – это, конечно, разрушить мифы об усыновлении, которые тоже существуют, к сожалению Там, например, смогу ли любить как родного А передаются ли гены наркомана или алкоголика по наследству А будет ли благодарен И, я думаю, вот эта акция, она будет свидетельством того, что эти дети классные Эти дети талантливые, эти дети сильные, эти дети целеустремленные И они действительно хотят, чтобы рядом с ними был мамка и папка Мы верим, что после проекта дети-сироты обретут свою семью Стартует наша велоколонна уже в августе А пока каждый четверг будем знакомить вас с новыми героями – воспитанниками детских домов И рассказывать, как готовятся наши велосипедисты к путешествию по краю Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Юлия Белевич, Дмитрий Бородай – Новости Один из пунктов на карте нашего велопробега – село Вознесенка Здесь работает центр реабилитации для детей и подростков Одна из его воспитанниц тоже примет участие в нашей масштабной акции «Сердце километры» Сейчас Альфия готовится поступать в педагогический колледж А перед новым учебным годом хочет обязательно принять участие в велопробеге Но других посмотреть и рассказать, что семья для любого ребенка – это самое главное Свою будущую семью она представляет хорошо Мужа, понятное дело, хочу все двое детей, мальчика и девочку Хочу с ними постоянно заниматься Я не буду делать ошибки, такие, которые делали мои родители и родственники Я не хочу, чтобы мой ребенок там где-то оказался Дети и сейчас к ней тянутся Педагоги рассказывают – это особенность всех малышей, живущих в детских домах Они в каждом взрослом хотят увидеть маму и папу Просто подержаться за руку хотя бы пару минут Обнять, почувствовать себя защищенным Подростки тоже в этом нуждаются Хотя стараются не показывать своих чувств Их забирают в семьи реже, чем малюток Специалисты говорят – напрасно В общении со взрослыми детьми есть, конечно, свои особенности Но бояться их не стоит Обязательно в этой семье должно быть, что все искренне Все искренне Мы иногда же взрослые могут играть, да, хорошего родителя А дети как барометр, это сразу чувствуют Одно дело, как бы взять, да А другое дело воспитать и дать ему вот действительно все то, что дал бы своему именно ребенку То есть его принять таким, какой он есть И, конечно, любить – это главное, говорят специалисты Тогда можно справиться с любыми трудностями И гены, которые якобы переходят к детям из неблагополучных семей Специалисты называют мифом Альфия тому яркий пример Умница, красавица и просто очень цельная личность Задача нашего велопробега – показать, что таких детей большинство Я считаю, что акция хорошая, интересная Во-первых, это есть возможность, да, детям раскрыть себя, показать себя Ну а другим людям, которые хотят установить или взять под опеку Есть возможность тоже показать себя с другой стороны, узнать свой внутренний потенциал Общероссийский пробег в сердце и километры прошел уже больше 15 тысяч километров Участники марафона рассказывают Ни в одном городе, ни в одном поселении России не было равнодушных к этой акции Везде их принимали очень тепло Для ребят устраивали концерты, а сами дети и приемные родители рассказывали свои истории Некоторым зрителям это помогло принять самое важное для чьей-то маленькой жизни решение Они уже пришли на мероприятие по велопробегу со своим усыновленным сыном То есть ему два годика исполнилось, прямо в день въезда колонны в Владивосток И они его усыновили три месяца назад А причина усыновления – они просто наблюдали, они просто читали, они просто смотрели о велопробеге, об этом подвиге И это стало для них точкой в принятии решения, они взяли мальчишку И таких примеров сотни Наш велопробег стартует уже в августе В колонне поедут ведущие телеканалы Енисей, известные в край люди, дети и, конечно, взрослые, которые взяли в свою семью приемного ребенка А мы обязательно расскажем, как идет подготовка к путешествию наших велосипедистов Алина Штоколова, Александр Шахаданов, Новости Вот на этих самых велосипедах мы вскоре и отправимся в масштабный велопробег «Сердце километра» Он стартует от Железногорска, а финишная точка Красноярс По дороге мы минуем множество населенных пунктов Каждый день к акции телеканала Енисей присоединяются все новые участники Но сегодня мы расскажем особенную историю Год назад, после того, как прошел общероссийский велопробег «Россия без сирот» Одна из красноярских многодетных семей решила принять к себе еще одного ребенка Денис Асеев, как и его супруга Елена, выросли в многодетных семьях Теперь у них у самих пять детей В семью, где уже живут четыре девочки, пара взяла маленького братика Сережу Он оказался долгожданным как для родителей, так и для сестренок Сначала у нас появилась первая девочка в 2005 году Потом еще девочка, еще девочка и еще девочка Ну, хотелось мальчика, долго хотелось Супруга Елена рассказывает, когда ходили в школу приемных родителей Все страхи по поводу усыновления у них развеялись сами собой Бояться здесь нечего Момент, когда она впервые увидела Сережу, не забудет никогда Просто увидела человечка, который нуждается Нуждается в маме и папе Которые вот Я не знаю, это вот непередаваемо Когда вот смотришь, и вот даже там много ребятишек, которые мы видели Ну, у них нет частички, которые заполнить должны только мама и папа Да, и вот ты Мне захотелось сразу Именно заполнить эту пустоту в его сердце Семья Асеевых решила поддержать проект телеканала «Енисей. Сердце. Километры» В котором ребятишки из детских домов края отправятся в велопробег от Железногорска до Красноярска Вместе с сотрудниками нашего канала «Енисей» решил присоединиться к общероссийской акции «Россия без сирот» Ее участники недавно преодолели 15 тысяч километров по крупным городам России И сейчас достигли Владивостока Говорят, теперь наш черед Я знаю, что у вас будет пробег сердца-километры Удачи, сил, мужества И знайте, мы с вами, весь велоэкшн, все наше войско Мы с вами в полный вперед за Россию без сирот Но если общероссийская акция затронула в основном крупные города То красноярские сердца-километры больше ориентированы на воспитанников районных детских домов Именно им труднее всего найти приемную семью В проекте мы продолжим рассказывать их истории И может быть, кто-то из них все же обретет семью Сам же велопробег стартует 22 августа Александр Ловицкий, Алексей Овсянников, новости Два месяца телеканал Енисей готовил большой велопробег сердца-километры Все это время мы рассказывали истории ребятишек из детских домов И искали все новых участников проекта И вот сегодня 9 ребят отправились в большое велопутешествие длиной в 70 километров Все началось утром в Железногорске Именно сюда съехались ребята из детских домов края Участники велопробега обычные парни и девчонки И это велопутешествие для многих из них чуть ли не самое авантюрное приключение в жизни Здесь они впервые увидели друг друга Целых три дня ребятам предстоит бок о бок крутить педали по маршруту шести населенных пунктов Железногорск, Сосновоборск, Вознесенка и Сауловка, Березовка И конечная точка в этом пробеге Красноярск Дорога предстоит не из легких Но ребята полны сил Ведь каждый километр пути в этом большом путешествии Это желание открыто заявить о проблеме сиротства в крае Посмотреть на Железный курс, то же самое Проехаться Показать акцию После велопробега Все видно, конечно будет сближен Разблизимся, поговорим, пообщаемся Несмотря на то, что дети тренировались перед марафоном Многие волнуются С ребятами едут наставники, воспитатели из детских домов Они и помогают ребятам в последних приготовлениях Рушка давай поправим Все прекрасно Все нормально? Все, пойдем Удачи, давай, Сань Марш! Россия вперед! Россия вперед! Старт дан! Первый отрезок пути, самый сложный Ребята передвигаются по оживленной трассе Уже немного подзабитые мышцы, неровное дыхание И вот на горизонте уже виднеется Сосновоборск Это малая родина одного из участников проекта Алексея Мальчик говорит Пусть городок этот и маленький Но здесь есть на что посмотреть И главное, показать своим новым товарищам До святопримечательности Потом, как, где находится Кинотеатр наш хотел бы показать Потом, весь город бы хотел показать Аллею Марафонцы проехали по городской аллее Главным улицам прямиком к местному детскому дому Где их уже ждали другие ребятишки Прием здесь был не менее радушный Дети пели, танцевали, водили хороводы Рассказывали стихи Кстати, живут здесь ребята не группами, а семьями Именно так социализируются в быту И обретают чувство ответственности друг за друга Организаторы велопробега не остались в долгу И привезли ребятам не просто подарки А настоящие эмоции И поддержать сердце километров сосновоборств Приехали хоккеисты из клубов «Сокол» и «Красноярские рыси» Они провели для всех детей хоккейную викторину и мастер-классы Возможно, кто-то из этих ребят станет новой звездой хоккея Удивительно, но в детских домах края Сегодня действительно немало настоящих чемпионов И со спортом здесь многие на «ты» Вязали с собой инвентарь вратарский Покажем форму, всю основную защиту Попримеряют, пооденут Дадим им попробовать подержать Клюшки хоккейные вратаря, игрока Организация проекта длилась два месяца И за это время сердце километра поддержали многие известные спортсмены В том числе олимпийские чемпионы Александр Семин, Дмитрий Труненков и Евгений Устюгов Проект сердце километра – это красноярский аналог Большого общероссийского пробега «Россия без сирот» Его участники, дети и их приемные родители Отправились в кругосветку на велосипедах За два года участники проекта Объездили почти всю Россию Преодолев дистанцию 15 тысяч километров И на следующий год этот проект должен выйти За пределы страны В Красноярском крае по дорогам колесят не семьи, а дети И они хотят быть услышанными Главная цель общероссийского проекта И его красноярского аналога Организованного телеканалами «Несей» Поднять в обществе проблему сиротства И пропагандировать все формы усыновления Мы же крутим не километры, а сердце километры И за каждым километром, возможно, судьба какого-то ребенка Сироты, который может попасть в семью благодаря подобным акциям Акция уже успела сплотить всех марафонцев Уже в первый день участники велопробега Нашли новых друзей на своем маршруте Были два ребенка Кристина и Еще парень, я не помню, как его зовут Сосновоборска С ними познакомился Также тут с моего детского дома были Три человека И с Железногорского детского дома был парень Мы дружим с ними Давно уже общаемся Уже все виделись И здесь еще больше сплотения общения Пожалуй, это и есть главное, что успели обрести ребята За первый день пробега Накрутив не один десяток сердца километров Дети отправились из Сосновоборска в Вознесенку и Саулова на ночлег О том, как это было, смотрите завтра в новой серии проекта Александр Лавицкий, Андрей Шалаков, новости 70 километров дорог от Железногорска до Красноярска Три дня пути и огромное количество позитивных эмоций Именно таким запомнился проект сердца километра телеканала Енисей В нем приняли участие ребятишки из детских домов краевого центра И близлежащих населенных пунктов В этом году мы готовим новый сезон телепроекта И он будет еще масштабней и интереснее Если в прошлом году в велопробеге участвовали 9 ребятишек То в новом сезоне мы ожидаем больше девочек и мальчиков Которые бросят вызов дальней дороги Уже сейчас мы ведем переговоры с детскими домами И ищем новых героев нашего проекта Его главная цель в том, чтобы каждый ребенок в крае обрел свою семью Именно поэтому стартует проект с круглого стола Где специалисты и неравнодушные сибиряки Обсудят, как воплотить эту мечту в жизнь В этом году велопробег сердца километра Его второй этап будет открыт именно с круглого стола Который состоится 18 марта В центре развития семейных форм воспитания По адресу Парижской коммуны 33 И мы вновь приглашаем всех желающих Всех неравнодушных к теме сиротства К проблемам детей и воспитанников детских домов В этом году маршрут велопробега увеличился в 10 раз Ребята отправятся из Красноярска в Емельяново Пройдут через Козуль, Куачинск, Назарова, Шарыпова Побывают в Ужуре, Новоселово, Приморске и Дивногорске И вернутся обратно в краевой центр В каждом населенном пункте мы познакомимся с жизнью ребят Из местных детских домов и расскажем о ней всему краю Кроме того, участников проекта ждет и насыщенная развлекательная и образовательная программа В одном из городов мы отправимся на конную прогулку У нас предусмотрены всевозможные экскурсии на производство Более того, это будут какие-то мастер-классы Это будут всевозможные конкурсы И мы будем в них участвовать То есть такая богатая, насыщенная программа, очень интересная Организаторы говорят, акция должна развеять все мифы об усыновлении и опеке Чтобы потенциальные родители понимали Принять ребенка в свою семью это не страшно Во время остановки в населенных пунктах специалисты нашего центра будут проводить консультационную работу Раздавать буклеты, методические рекомендации, с чего начать оформлять документы Какие права, обязанности есть у каждого гражданина, кто пожелает взять ребенка Сердцекилометры, которые накрутили ребята за время существования проекта, уже дали свой результат Сразу после окончания первого этапа акции одна из участниц обрела семью Кроме того, рассказ о том, какими талантливыми и смелыми могут быть дети Произвел большой резонанс в обществе Сердцекилометры уже поддержали многие знаменитости Олимпийский чемпион по бабслею Дмитрий Труненков, актриса Наталья Крачковская Эстрадная певица Надежда Бабкина и многие другие Чтобы быть счастливым, нужно дарить счастье окружающим Посмотрите вокруг себя, сколько существует проблем Сколько людей нуждается, и детей маленьких, и взрослых людей Нуждаются в заботе и во внимании Чужих детей не бывает, понимаете? Поэтому сирот не должно быть Поэтому надо сделать все возможное, чтобы их не было В скором будущем мы будем рассказывать истории каждого из участников проекта Старт самого велопробега назначен на 13 июня Александр Ловицкий, Андрей Крупнов и Алексей Гусев. Новости При поддержке компании Красцветмет До старта велопробега Сердцекилометры осталось чуть менее трех месяцев И их участники проекта проведут в спортивном зале В этом году задача перед ребятами стоит непростая Проехать на велосипедах 700 километров Они отправятся на юг и запад Красноярского края Проедут десяток городов, чтобы доказать Каждый ребенок достоин того, чтобы иметь любящих родителей Это серьезное испытание для тела и духа Потому и подход нужен основательный Не каждому взрослому человеку под силу преодолеть такое расстояние Чтобы ребята вышли на старт готовыми на 100%, требуется серьезная подготовка Участники проекта смогут закалять тело и укреплять дух в тренажерных залах Красноярска Первую общую тренировку для детей провел 11-кратный обладатель титула Ironman Известный триатлонист Владимир Мусиенко Он на своем примере знает, что такое преодолевать себя Крутить педали в любую погоду, забыв про боль и усталость Спорт круто и навсегда меняет жизнь, говорит атлет Это интересные друзья, это здоровый образ жизни Это просто жизнь, которая по-настоящему наполнена, интересна Ты никогда не думаешь, чем тебе заняться сегодня вечером У тебя постоянно есть какой-то план Разминка, растяжка, общая физическая подготовка – это основа основ Без того, чтобы подготовить тело к будущим нагрузкам, никуда Резких движений не делаем, работаем, главное, чтобы не храбироваться И не надорвать ни связь, ни мышцы В отличие от прошлогодних сердца километров, дистанция нынешнего проекта увеличилась в 10 раз Задача грандиозная, поэтому без профессиональной поддержки не обойтись Один из спортивных залов в Красноярске вызвался разработать для ребят специальный комплекс упражнений Тренеры говорят, со своей стороны сделают все возможное, но многое будет зависеть от самих участников Основная задача на ребят – это настроиться и морально подготовиться То есть аэробная нагрузка, не всегда ее качество связано с физической формой спортсмена То есть как человек себя чувствует, как человек морально, эмоционально подойдет к этому марафону Собственно, такой результат он и привезет Сами ребята говорят, протяженность маршрута их не пугает Даже напротив, экстремальные путешествия они ждут с предвкушением Я сначала подумал, что мы будем ехать, ну прям конкретно, 700 километров Но я обрадовался, думаю, хорошо, тяжело будет, но готов к трудностям Но самое главное ожидание и для каждого из 30 ребят, которые отправятся в велопробег И для всех тех, кто будет ждать их в гости в своих детских домах Это найти людей, которые полюбят, помогут и поддержат И которых мальчишки и девчонки смогут назвать мама и папа Пока же они радуются другим, более простым, но не менее важным вещам Я очень рад, что здесь очень много ребят И то, что надеюсь завести много друзей себе То, что самые смелые мечты пока еще одиноких детей могут осуществиться Красноречиво говорят итоги прошлогоднего проекта «Сердце километры» Тогда он помог многим людям избавиться от предрассудков И подарить ребятам счастье, иметь семью У меня есть друзья, они взяли уже прям детей Друзья семьи моей, они уже взяли себе по ребенку Один из них даже сейчас участвует в этом велопробеге Это у нас являлось, наверное, самую главную задачу Мы не боялись брать подростков Не детей с малых хвостов, потому что их много было, а именно подростков А раз нынешний пробег будет в 10 раз длиннее Значит и новую семью, возможно, смогут обрести в 10 раз больше ребят В грандиозное путешествие по краю ребята отправятся в середине июня Анна Московских, Алексей Гусев, Александр Ермошенко, Новости В Красноярском крае дан старт второму этапу велопробега «Сердце километры» Это особый проект телеканала «Енисей», который разбивает стереотипы Развенчивает мифы об усыновлении И дает возможность ребятам найти новую семью А взрослым помогает понять, что каждый ребенок достоин того, чтобы стать любимым и нужным То, как это важно для ребенка, а особенно для подростка, Геннадий Стрижекозин знает на своем опыте В два года он попал в детский дом, а в 11 лет его приняли в патронатную семью Он говорит, труднее всего сохранить доверие в отношениях между ребенком и взрослым Ведь невыполненные обещания или обидные слова, в которых родители не видят ничего страшного Могут нанести болезненную рану хрупкой детской душе И в то же время обретение семьи – это большое счастье «Я, наверное, стал маленьких детей любить Для этого, так сказать, между собой, потому что мы там, где смотрим, то стычки, то еще что-нибудь будет Ну и мы просто там дурачимся А тут с серьезностью начало относиться к детям, с осторожностью Потому что, ну, можно обидеть так ребенка, что он потом, ну, к тебе никогда больше не подойдет Дает очень любви много, семья приемная Прошлогодний велопробег оставил незабываемые впечатления, признается Геннадий И к новому этапу он уже готовится в полную силу Самое главное, чтобы как можно больше детей и взрослых на этом длинном пути нашли друг друга, говорит парень Миллионы детей, брошенных судьбой Мы все вместе спасем, заберем домой, заберем домой Детские глаза смотрят на тебя Что увидишь ты, для себя скажи В честь старта второго этапа проекта в Красноярске прошел круглый стол Обсудили организационные вопросы, маршрут, поделились сложностями и надеждами Сердце километры пролегли через душу каждого человека, заставив решиться на серьезные откровения Почему вот наш город принял приглашение, когда я узнала вопрос о том, что готов ли город Назарова принять участие Я ответила, конечно же, готов, сразу не раздумываю Потому что я, буду говорить честно, последние три года очень часто думаю над тем вопросом, который вы завтра в самом начале круглого стола Готова ли я усыновить и училить ребенка Десять городов и семьсот километров пути И на каждой остановке ребят ждет теплый прием, интересная программа, выступления и мастер-классы Тех, кто уже нашел свою семью с нетерпением, ждут воспитанники детских домов Чтобы услышать их счастливые истории и тоже поверить в чудо Ведь для него есть место в жизни каждого ребенка, считают специалисты Все это не проходит бесследно, потому что количество людей, которые хотят принять ребенка Оно возрастает из года в год, изо дня в день И динамика совершенно положительная Плюс 10, 15 и так далее, 20 процентов У нас все получится, собственно, эту задачу главную мы перед собой ставим И готовы к большим достижениям, большим победам Я хочу сказать, что мы используем весь наш ресурс, который у нас есть Мы стараемся подключать к этому проекту известных лиц Многие знаменитости уже поддержали проект «Сердце-километры» Это и заслуженная артистка России Наталья Крачковская, и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина И известные эстрадные исполнители Владимир Просняков Наталья Подольская, Вера Брежнева С радостью к велопробегу подключились и красноярские студенты-волонтеры Наша деятельность связана с социальной работой, то есть помощь различным категориям населения В том числе и детям, которые в этом нуждаются И вот «Сердце-километры» получается тоже связано с этим И мы хотели бы принять в этом участие и поддержать этот проект Мы надеемся, что этот проект поможет создать такую ситуацию, чтобы было сирот намного меньше в Красноярске и в России в целом Он вообще важен любому человеку, который задумывался, может быть, когда-нибудь над патронажем Или над тем, чтобы взять ребенка в семью на постоянной основе Если человек думает об этом, он должен пропустить это через сердце Телеканал Енисей тоже приглашает всех жителей края присоединиться к проекту «Сердце-километры» Делайте фотографии с логотипом проекта и делитесь ими в социальных сетях с хэштегом «Сердце-километры» А может быть, кто-то из вас почувствует в себе готовность тоже отправиться в наш велопробег Чтобы познакомиться с детьми, удивиться их талантам, открытым улыбкам и светлым глазам, полным надежды Анна Московских, Надежда Проскурина, Виталий Князев, Николай Островский. Новости Еще два участника проекта «Сердце-километры» сегодня получили свой долгожданный велосипед Сейчас ребята буквально не отходят от них, подгоняют под свой рост и обкатывают по территории детского дома Павел и Дмитрий – участники велопробега О двухколесном железном коне они мечтали давно Молодые люди буквально считают дни до поездки Причем каждый из них готовится по-своему, ведь для них это первое серьезное путешествие Ноги качаем, всякие на тренажерах, гибко сделаем ног, накачиваем, разминаем ноги Будет долгий путь, говорят, но все равно попытаться, все равно надо везде доехать Посмотреть города всякие, мне интересно вот это Молодые люди говорят, что ждут от проекта только позитивные впечатления и исполнение одного главного желания – найти семью Велосипеды, на которых поедут в пробег, навсегда останутся у участников Причем катаются на нем и другие воспитанники детского дома в Березовке Подарить детям велосипед в этот раз решил предприниматель Александр лично купил и собрал его, чтобы передать ребятам Вообще считаю, что по долгу предприниматели должны нести и социальную ответственность, чем мы сегодня занимаемся и пропагандируем И призываем всех, все предпринимательское сообщество и власти в целом, чтобы люди участвовали в этих проектах и помогали таким прекрасным детям Еще два велосипеда передали сегодня нашей телекомпании сотрудники одного из магазинов Ирина Вишневецкая сюжет про акцию увидела по телевизору и не смогла остаться в стороне Тем более есть возможность сделать приятный и полезный подарок для детей Желаем, чтобы дети нашли хороших родителей И надеемся, этот проект поможет Эта проблема волнует всех И мы очень ее активно поддерживаем И еще один велосипед принес сегодня в редакцию новостей неравнодушный красноярец Сниматься он отказался, а за кадром рассказал, что купил этот велосипед несколько лет назад для себя Катался один раз, потом велосипед оказался ненужным И уже завтра еще два воспитанника детского дома станут счастливыми обладателями двухколесных коней Но и это не все. По-настоящему добрые и нужные акции готовы присоединиться участники интеллектуально-развлекательной игры квиз 10% денежных сборов с пяти игр пойдут на покупку велосипеда Мы должны быть социально активными, да, и социально ответственными И мне кажется, что это маленькая толика, которую можно привнести для того, чтобы исправить ситуацию Итак, на сегодняшний день счастливыми обладателями велосипедов стали шесть участников велопробега «Сердце-километры» Всего проедут 700 километров 30 ребят Жители Красноярска готовы подарить не только спортивный инвентарь, но и экипировку, и футболки Если вы можете и хотите подарить ребенку из детского дома радость и помочь в подготовке к велопробегу Звоните нам по телефону 236-0136 или пишите на наших страницах в социальных сетях Екатерина Погорелова, Виталий Князев, Новости Мы решили тебе подарить велосипед, чтобы ты на своем велосипеде уже сам спокойно мог ехать Этот будет твой велосипед, ты сам о нем будешь заботиться И еще один момент, у тебя вчера был день рождения, поэтому вот это одновременно еще подарок на твой день рождения Спасибо большое Подарить Ване новый велосипед депутат городского совета Константин Сенченко решил после того, как увидел наш сюжет Для него это в первую очередь возможность порадовать парня, который уже во второй раз выразил свою готовность проехать сотни километров ради благого дела Сердце километра это тот проект, который просто необходимо поддержать Мне очень нравится ваш проект, очень добрый проект, очень красивый проект Поэтому невозможно на такие проекты не отвлекаться Привлекая внимание к сиротам, мы должны все-таки стремиться к тому, чтобы постепенно все детские дома в России были закрыты Чтобы не было детских домов Это самая большая глобальная цель Конечно, к ней нельзя прийти за один день, нельзя к ней прийти за один месяц Но постепенно привлекая внимание к этому Что-то меняя в сознании взрослых людей, мы придем к тому, что в конце концов все-таки мы забудем, что такое детский дом Я в это верю. Верит в это и Ваня. Именно поэтому он вновь готов сесть в седло и крутить педали целых 8 дней. Правда, теперь уже на собственном велосипеде, который парень собирает своими руками. Говорит, прошлый велопробег подарил ему огромное количество впечатлений и новых знакомств. Но самое главное, он выполнил свою задачу и показал взрослым, что в детских домах живут очень талантливые, умные и спортивные ребята. И сейчас он хочет повторить свой маленький подвиг. Большое спасибо Константину Владимировичу за то, что подарил велик. Это уже мотивация подготовки. Готовиться, готовиться надо. Разница будет большая. В прошлом году ехали под нами, разваливались. Теперь уже на новых целых. В дальний путь участники проекта «Сердце и километры» отправятся в июне. И все это для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сиротства и еще раз напомнить. Детям из детских домов очень нужны внимание, любовь и забота. Вы тоже можете сделать участников нашего велопробега чуточку счастливее. Все, что для этого нужно – велосипед или экипировка для ребят. Ведь им предстоит нелегкий путь – целых 700 километров, который гораздо легче будет проехать на новом двухколесном коне. А шлемы на коленнике защитят наших юных героев от ссадин и карапин. Например, человек прокатился на нем один-два раза и понимает, что у него велосипед стоит, а кому-то это может запомниться событие. Вот подаренный велосипед на всю жизнь. Если есть возможность, купите и принесите. Денег нам не надо. Наш призыв уже нашел отклик в сердцах жителей Большого Края. Присоединиться к сердцу километрам хотят все больше людей. Уже завтра в нашу редакцию еще один неравнодушный телезритель привезет велосипед, который мы сразу же передадим ребенку из детского дома. И обязательно покажем вам, как это было. Всего нам нужно 30 велосипедов и столько же шлемов. Если вы можете и хотите подарить ребенку из детского дома радость, звоните нам по телефону 236-0136. Или пишите на наших страничках в социальных сетях. Давайте поможем детской мечте осуществиться. Алина Штоколова, Алексей Гусев. Новости. Именицы спортсмена Красноярского края провели тренировку для участников проекта «Сердце километра». Ребятам сказали не только напутственные слова, но и дали несколько советов перед велопробегом. Без велосипеда и каски на тренировку не попасть. Безопасность – это главное правило для всех участников проекта «Сердце километра». На острове Татышев тренировку для ребят провели олимпийский чемпион Александр Третьяков и десятикратный обладатель звания «Айронмен» Владимир Мусиенко. Титулованные спортсмены рассказали, на что необходимо обратить внимание перед велопробегом и даже прокатились со всеми участниками. Нам бы хотелось, чтобы наши велосипедисты соблюдали меры безопасности, двигались правильно. Ну и, конечно, мы постараемся научить их спортивным навыкам. То есть это правильное педалирование, правильная подгонка велосипедов, для того, чтобы этот веломарафон принес им определенное удовольствие. А может быть, они влились в то число велосипедистов, которые увеличиваются с каждым годом. Подобные тренировки будут проводить вплоть до старта велопробега. Ребята должны быть физически подготовленными, чтобы проехать 700 километров. Это очень такой ответственный поступок, очень сложный. К нему надо подготовиться, конечно, основательно. И физически, и психологически все-таки. Морально 700 километров сложно настроиться. Ну, для этого надо тренироваться. Многие участвуют в проекте «Сердце километра» во второй раз. Говорят, что на пути встречаются разные препятствия. И участники стараются помогать друг другу, порой даже несмотря на усталость. Но самое главное – это эмоции, которые ребята получат за время проекта. Когда мы не заезжали, там везде детские дома принимают с радостью. Но вот они думают, что мы какая-то звезда определенная. Ты приезжаешь, они тебя прям так встречают, вот ты уже звезда. На самом деле я просто человек приезжаю просто с ними пообщаться. Они нам делают концерты. Ну, это уже один плюс, который делают. Ну, тебе радостно самому уже. Как бы ты приезжаешь уже с настроением и уезжаешь еще больше настроения. Ты уже едешь дальше, ну, получается, седешь по трассе, ты уже думаешь, ну, как хорошо тебя встретили. В большое путешествие участники проекта поедут в июне. Но напоминаем, пока еще не у всех ребят есть для этого велосипеды. На сегодняшний день счастливыми обладателями новеньких великов стали 8 человек. Если вы можете и хотите подарить ребенку из детского дома радость и помочь в подготовке к велопробегу, звоните нам по телефону 236-0136. Или пишите на наших страницах в социальных сетях. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. На этот раз дарители решили остаться неизвестными. Они просто увидели сюжет по телевизору и поняли, что не могут остаться в стороне от нашей акции. Таким образом, уже 8 участников велопробега получили свой собственный двухколесный транспорт. Никита и Валя знакомятся со своими новыми железными конями. Для мальчика этот подарок от наших телезрителей – настоящее открытие. Никогда раньше он не ездил на скоростном велике. И теперь пытается разобраться, как и что здесь устроено. Когда узнал, что станет участником проекта «Сердце и километры», очень обрадовался. Говорит, главное сейчас – тренироваться, чтобы стать выносливым. Что-то новое вижу, буду стараться, как бы друзей найду, большую дистанцию пройду. Валя уже участвовала в нашем велопробеге в прошлом году. И сейчас с нетерпением ждет, когда снова сядет в седло теперь уже собственного железного коня, чтобы еще раз напомнить всем. Детям из детских домов очень нужны внимание, любовь и забота. Бывает, достанешь и сидишь, вспоминаешь, как это все было, как все происходило. И думаешь, когда же это будет снова. Кстати, первый наш велопробег помог одной из его участниц, воспитанницы именно этого детского дома, попасть в семью. Поэтому на «Сердце и километры» здесь возлагают большие надежды. Дети, не привыкшие, наверное, к таким подаркам. Потому что, ну, по нашим возможностям, у нас есть велосипеды, скейтборды, ну, это велосипеды, нет такого технического уровня. Это обыкновенные велики, на которых ребятишки катаются в теплое время года. А здесь скоростной. Каждый мальчишка, наверное, в этом возрасте желает иметь такой подарок, проживая в семье, не говоря уже о детях, которые воспитываются в детских домах. Поэтому на «Сердце и километры» здесь возлагают большие надежды. Ведь главная цель этого проекта – привлечь внимание к проблеме сиротства и показать взрослым, что каждый ребенок по-своему талантлив. И каждый ребенок достоин того, чтобы у него были мама и папа. А велосипед – это награда за тот подвиг, на который идут ребята ради такой благой цели. Принять участие в нашем проекте можете и вы. Нашим маленьким героям нужны еще 20 велосипедов и экипировка. Так что, если вы можете и хотите подарить ребенку из детского дома радость, звоните нам по телефону 236-0136. Или пишите на наших страничках в социальных сетях. Давайте поможем детской мечте осуществиться. Алина Штоколова, Александр Ермошенко. Новости. Участие в проекте «Сердце километра» для многих ребят – не только возможность получить свой первый настоящий велосипед, но и принять участие в путешествии по городам Красноярского края. Счастливым хозяином нового велосипеда в этот раз стал 15-летний Иван. Молодой человек давно мечтал не только о двухколесном подарке, но и принять участие в велопробеге. Ваня говорит, что исполнились две его большие мечты. Сейчас он очень активно тренируется сам и, конечно, теперь готовит к долгому пути свой велосипед. Хотя еще год назад даже не мог мечтать, что тоже станет участником проекта «Сердце километры». В том году записывали других ребят, и я очень хотел тоже попасть. Вот в том году не получилось, зато записали в этом году. Наталья Сипета старается постоянно поддерживать детей из детских домов, поэтому с удовольствием подарила велосипед одному из участников проекта. Ведь для детей важно внимание и общение. Тем более велоспорт Натальи очень интересен. Сейчас, когда мы покупали велосипед, такой новенький, спортивный, красивый, прям захотелось сразу сесть и уехать. Да, у меня есть тоже велосипед, у меня есть у сына. Мы катаемся с семьей прямо на Таташево летом. Мы очень любим это. Подарить детям мечту решили участники интеллектуально-развлекательной игры «Квиз». В течение пяти игр будут собираться 10% от общих взносов. И потом на эти деньги участники приобретут велосипед. Пройдя и поучаствовав в такой интеллектуальной игре, совершенно не запланированно, мы сможем помочь детям из нашего города. Да, может быть, я не могу сама приобрести этот самый велосипед, но хотя бы какой-то вклад минимальный мы можем сделать. Мне кажется, с мира по нитке и наши дети будут счастливы. Осуществить мечту участника проекта может каждый желающий. Воспитанникам детских домов уже передали 9 велосипедов. Всего в велопробеге поедут 30 мальчишек и девчонок. Если у вас есть желание и возможность подарить велосипед, звоните по телефону 236-0136. Или пишите нам на наших страницах в социальных сетях. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. Замечательный велосипед. Стальная рама, 18 скоростей. В комплекте много всего. Сляжка, сумка. Этот новенький велосипед полностью готов к испытаниям дорогой. Сегодня к нашему проекту «Сердце километры» присоединились сотрудники еще одной организации – страховой компании. Идея замечательная, добрая, хорошая, позитивная. Мы надеемся, что на этом велосипеде ребенок будет чувствовать себя уверенно в дороге, ему будет там комфортно. И слово сдержит, задачу выполнит, и пробег успешно завершился. Велосипед вместе с добрыми пожеланиями мы отлезли в один из детских домов края, туда, где живет участник нашего проекта «Сердце километры». Подарком велосипед стал для 17-летнего Валерия. Вообще огонь. Нормально. Валера рассказывает, он мечтает стать участником нашего велопробега уже почти год. Считает это настоящее. Испытание для мужчины помогает познать себя и проверить свои силы. Я увидел по телевизору прошлый велозапрег, но решили себя, что надо поучаствовать, чтобы проверить в себя свои возможности, ну как бы это испытание для себя. За 8 дней надо поехать 700 километров. Я думаю, скорость будет средняя, и будет время, чтобы отдохнуть. Я думаю, что я справлюсь с этим. Преподаватели «Стремление Валерия» поддерживают, сопровождают на тренировке, следят за распорядком дня. Уверены, «Сердце километры» очень нужный обществу. Проект. «Сердце километра» — это такой масштабный классный проект, который помогает нашим ребятам попадать в семьи. Наши ребята здоровые, отличные, умные ребята, и хотелось бы, чтобы они попали в семьи. Подарите велосипед участникам проекта «Сердце километра» может любой желающий. Я напомню, это уже десятый велосипед, который мы вручаем. Всего же в проекте примут участие 30 мальчишек и девчонок. Но если вы тоже хотите и можете подарить велосипед, звоните к нам в редакцию по телефону 236-01-36 или пишите нам в социальных сетях. Дина Володина, Александр Ермошенко. Новости. Подготовка к велопробегу продолжается. Участники проекта три раза в неделю занимаются в спортивном зале. Основной упор делают на ноги, плечи и руки. Семен на тренировки в спортзал ходят с большим удовольствием. Мальчик говорит, что больше всего ему нравится растяжка и силовые упражнения. Сейчас главное выработать выносливость во время велопробега. Придется постараться, чтобы не отстать от других участников. Напрягаешься, сложно работать. Но выносливость там нужна, чтобы других тоже привлечь к активному образу жизни. Ребята говорят, что раньше уставали во время тренировок, но сейчас уже постепенно увеличивают нагрузку. Как объясняет тренер, сами упражнения тоже нравятся. Например, какие? Ну вот, мы сейчас круги делали. Кругами как бы упражнения делали. В начале минуты каждое упражнение, а потом на 30 секунд ускорение каждый круг. Скажи, может, и болят после тренировок? Ну да. Очень даже. Ну не очень, но болят. Увеличивать время работы, уменьшать количество отдыха, то есть включать новые, более сложные упражнения. И, соответственно, идти на прогресс, смотреть на самочувствие их и на результаты, конечно. Сегодня же нам передали еще один велосипед. Михаил рассказывает, что на нем всего несколько раз катался его сын. Сейчас он живет в другом городе, поэтому велик достанется участнику проекта «Сердце километры». Мы его передадим на днях. Велосипед считалось, ну это как бы очень хорошее удовольствие для ребенка. Но если у ребенка нет возможности приобрести велосипед, надо ему подарить. А этот велосипед как бы, ну вот, я хотел продать, если честно. Но когда узнал о проекте, я тут же понял решение, что я его подарю. Также уже готовы футболки для участников. Их по собственной инициативе сделали сотрудники спортмагазина «Будаспорт». Если вы также хотите, а главное, имеете возможность присоединиться к акции, звоните по телефону 236-0136. И пишите на наших страницах в социальных сетях. Уже подарены 11 велосипедов, нужно еще 19. Екатерина Погорела, Александр Ермошенко. Новости. Кто из нас в детстве не просил родителей купить велосипед? Для многих «Железный конь» был самой заветной мечтой. Что уж говорить о детях из детских домов. Но, к сожалению, у них нет мам и пап, которые подарили бы им велики. За них это делаете вы, наши телезрители. Каждый день все больше жителей края обращаются к нам в редакцию и дарят велосипеды нашим участникам проекта «Сердце километры». Ладно, Дима, принимай велик. Спасибо, хороший велик моей мечты. С подарком к Диме приехали его кумиры, хоккеисты Красноярского клуба «Енисей». Мальчик не может скрыть восторга. Такого навороченного велика у него не было никогда. Тут же проводит первые испытания «Железного коня». Говорит, с таким велосипедом путешествие даже в сотни километров ему по плечу. Велосипед ездит быстро из-за того, что переключение скоростей. Конечно, на нем есть хорошие тормоза, задние и передние. У него отличный стоит петушок. Ну и, конечно, и звезды, которые на нем сейчас, тоже помогают от скорости быстрее. Хоккеисты рассказывают, узнав о благотворительном проекте «Сердце километры», просто не могли остаться в стороне. Сами мальчишками мечтали о двухколесном транспорте. Тут же поехали и купили велосипед участнику нашего проекта. В конце концов, это ведь так просто – сделать ребенка из детского дома хоть чуточку счастливее. Подарили велосипед, да. Конечно, не всем одному, да, на ней мере, человеку. Но все равно радость, видно, что радуется человек. Уже хорошо, если хотя бы одного порадовали. Здесь, естественно, дети немного, наверное, не так избалованные, да, как некоторые дети там с родителями или еще где-то. Поэтому им вдвойне приятно такие подарки получать. Сейчас Дима вовсю готовится к велопробегу. Наматывает километры рядом с детским домом. Рассказывает, отправиться в путешествие через весь край решил сразу, без раздумий. Для него это не просто возможность увидеть наш регион. Дима признается, быть может, исполнится его главная мечта. Он найдет маму и папу. Я хочу отправиться в велопробег, потому что хочу преодолеть большое расстояние, показать себя среди ребят и товарищей, то, что я смогу, да, приехать. Это большое расстояние. И еще я отправляюсь в этот велопробег, чтобы найти с надеждой маму и папу. Благодаря нашим телезрителям хозяевами железных коней стали уже 12 воспитанников детских домов. Еще два велосипеда неравнодушные красноярцы нам передали сегодня. Их мы вручим участникам велопробега в ближайшее время, но 11 ребят все еще ждут велосипеды, чтобы отправиться в путешествие. Нужны им и шлемы, и другая экипировка. Если вы готовы подарить ребенку кусочек счастья, звоните нам в редакцию по телефону 236-0136 и пишите в группах телеканала Енисей в социальных сетях. Мы верим, что после нашего проекта дети-сироты обретут свою семью. Ольга Тишинина, Виталий Князев. Новости. Еще двое участников проекта «Сердце. Километры» благодаря вам получили вот таких стальных коней. На них они отправятся в большое путешествие по Красноярскому краю протяженностью в 700 километров. Ребята приняли подарок очень серьезно. Сразу провели техосмотр велосипедов, подкачали колеса и опробовали их в деле. Говорят, к велопробегу готовятся интенсивно, ежедневно занимаются на турниках и бегают вокруг детского дома, развивая выносливость. Теперь будут оттачивать и мастерство езды. Буду тренироваться на нем, как тормозить, сразу буду учиться. Там скорости переключать, чтобы все это быстро делать, без остановок. Велосипеды детей очень впечатлили. Говорят, на таких железных конях чувствуешь себя настоящим спортсменом. Уже через пару минут ребятишки превратили площадку возле детского дома в импровизированную гоночную трассу. Как говорят воспитатели, ребят по-настоящему тронула забота жителей края. Получить свой собственный велосипед для них было одно из заветных желаний. Они как узнали про проект, они прямо грезили велосипедами. Они собирали по деревне у нас, по Приморску, старые велосипеды. Из трех собирали один, катались, пробовали. Когда вы привезли, я удивился, самые маленькие ребятишки, которые подошли, увидели, что вы привезли эти велосипеды, и они все были в таком восторге. У них такое желание тоже поучаствовать. Сами ребятишки говорят, для них участие в велопробеге – не просто большое путешествие, но и шанс исполнить свою мечту – обрести собственную любящую семью. Себя показать, посмотреть, на что дети способны. Из детского дома, чтобы другие люди увидели. 14 ребят, благодаря жителям края, уже получили велосипеды. Еще 9 участников проекта ждут вашей помощи, чтобы тоже отправиться на встречу мечте. Если вы готовы помочь им в этом, звоните нам в редакцию по телефону 236-0136 и пишите в группах телеканала «Инисей» в социальных сетях. Вместе мы можем помочь ребятам обрести семью. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости. Проект «Сердце-километры» прежде всего направлен на то, чтобы показать, насколько талантливыми могут быть ребятишки из детских домов и социальных центров и на что они готовы пойти ради достижения своей мечты — обретения собственной семьи. История нашего следующего участника это наглядно показывает. Еще один велосипед, который нам передали неравнодушные жители края, мы отдаем Руслану. На нем паренек отправится в пробег длиною в 700 километров. Однако в это путешествие Руслан отправится, чтобы на своем примере доказать всем, что у каждого ребенка должны быть родители. Еще недавно он был воспитанником социального центра. Дети отсюда ходят в местную школу на кружок автомоделирования, где учитель разглядел в трудолюбивом мальчишке родную душу и стал опекуном для Руслана. В определенный момент я узнал, что да, вот его, что его там хотят отдать другую семью. Ну, почему-то я решил, что лучше, чтобы он пришел к нам. Сейчас у Руслана его новая семья активно готовятся к велопробегу и от всей души благодарят неравнодушных сибиряков за такой подарок. Велик вообще прекрасен, лидер, вот и буду лидером. Я думаю, что я привыкну к нему очень быстро, потому что я уже с велосипедом знаком, как бы эта техника мне знакома. Ну, я думаю, что велопробег на нем будет в два раза легче, можно даже и в 10 раз легче. Специалисты говорят, история Руслана – настоящее чудо. Обычно даже те люди, которые решаются на усыновление или опекунство, предпочитают принимать маленьких деток. Тем временем надежды подростков на родительскую ласку практически несбыточные. Это самый сложный, самый тяжелый возраст. Это подростковый период, где не все дети, которые в свой жизненный опыт насмотрели всего, испытали всего, всего негатива и в своих семьях неблагополучных. Естественно, как правило, таких детей сложнее берут в приемные семьи. Руслан стал 15-м участником пробега, который получил велосипед от жителей края. Еще 9 ребятишек надеются на вашу поддержку. Если вы хотите дать этим детям шанс хотя бы на шаг приблизиться к мечте и можете подарить им экипировку или велосипед, звоните нам в редакцию по телефону 236-0136 и пишите в группах телеканала «Энисей» в социальных сетях. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости. При поддержке компании «Красцветмет». До большой поездки осталось совсем немного времени. В июне участники проекта «Сердце километры» отправятся в велопробег по Красноярскому краю. Ребята уже вовсю готовятся к путешествию. Два раза в неделю занятия в спортивном зале плюс тренировки на острове Таташев. Ребята стараются как можно больше внимания уделять физической подготовке, ведь крутить педали придется не один день. Участники признаются, что уже сами почувствовали первые результаты. Больше сил набираюсь, больше сил чую, быстрее стал бегать, дольше дыхалка стала работать. Я на этом велосипеде проезжаю каждый день, считаю, 30 километров. Так что по дороге? Ну, не по дороге, а возле дороги, которая трасса. Ну, там сложнее она идет и лучше тренируется. Готовимся еще на острове Таташева. Там проезжаем круги большие по 6 километров. Ездим разные дистанции. По 5 кругов таких, по 4 бывает. В основном на тренировках ребята вырабатывают выносливость, также делают много упражнений на укрепление ног, рук и спины. Все занятия проходят под руководством опытного тренера. У молодых ребят прогресс виден, прямо практически сразу. То есть у них, во-первых, есть желание, они полностью себя дают этому, видно, что им нравится. И плюс, конечно, я их мотивирую, я постегиваю, вижу, как они стараются, что у них получается. И, соответственно, результаты есть. Меня это очень радует. Воспитатели из детских домов говорят, что занимаются участники велопробега и вне спортивных залов. Причем приобщают к этому и других ребят. Их очень радует, конечно, что они посещают этот зал. Они делятся впечатлениями. Впечатлений масса положительных, позитивных. И уже у нас младшие воспитанники все в предвкушении, что, возможно, тоже удастся сюда попасть. Красноярцы уже подарили будущим участникам пробега 21 велосипед. Их вручили воспитанникам Красноярского, Березовского, Емельяновского, Балахтинского и Новоселовского детдомов. Екатерина Погорелова, Николай Островский, Андрей Крупнов. Новости. Благодаря вам в ближайшие дни осуществится мечта еще двоих ребят из детских домов. Эти велосипеды отправятся в один из районов края. В общей сложности велопарк нашего проекта «Сердце километра» насчитывает уже 22 железных коня. Мы выходим на финишную прямую. Участники интеллектуальной игры «Квиз» уже во второй раз дарят ребятам велосипеды. Именно они открыли счет нашей акции. Одна из команд первой собрала деньги и отправилась в детский дом, чтобы лично передать азату велик, на котором он отправится в пробег. После этого организаторы «Квиза» приняли решение, что не могут остаться в стороне от благотворительного проекта. Придя и поучаствовав в такой интеллектуальной игре, совершенно не запланировано, мы сможем помочь детям из нашего города. Да, может быть, я не могу сама приобрести этот самый велосипед, но хотя бы какой-то вклад минимальный мы можем сделать. Мне кажется, с мира по нитке и наши дети будут счастливы. В течение пяти игр «Квизовцы» откладывали 10% от общего сбора в копилку «Сердце километров». Собрать удалось довольно неплохую сумму, которой хватило на покупку сразу двух новеньких скоростных велосипедов. Мы делаем именно добро нашим детям, которые, к сожалению, лишены определенных вещей, которые у нас, например, были. То есть велосипед кому-то окажется большей радостью, чем нам, потому что мы принимали это как должно. Действительно, кто из нас в детстве не мечтал о собственном новеньком блестящем велосипеде? Большинство их покупали родителям. Вот только у ребят, которые отправятся в пробег, родителей нет. И вместо них детскую мечту осуществляете вы, наши телезрители. Это такой своеобразный праздник. И поэтому, причем не только праздник для того человека, которому дарят велик, но и для тех, кто, собственно, является дарителем. Когда люди с глазу на глаз увидели вот эти вот детские глаза, они, я уверена, ощутили душевную радость. И, наверное, это самое главное. Уже в июне участники нашего проекта «Сердце километра» сядут на свои собственные велосипеды и отправятся в длинный путь. Им предстоит крутить педали целых 700 километров. И все для того, чтобы напомнить взрослым, каждому ребенку нужна семья. И благодаря вам их цель с каждым днем становится все ближе. Алина Штоколова, Николай Островский. Новости. Вот этот велосипед нам на днях в редакцию передала еще одна красноярская семья. Правда, на камеру сниматься не захотели из-за собственной скромности. Мы же, несмотря на это, им благодарны за щедрый подарок для детей из детских домов. Кстати, ребята продолжают усиленно готовиться к стартующему 13 июня велопробегу «Сердце километры». На днях они провели очередную тренировку на острове Татышев. В этом им помогала хоккейная команда «Сокол». Несмотря на холодную погоду и небольшой снег, полтора десятка ребят провели зарядку. Разминаться им помогали девушки-черлидеры из хоккейного «Сокола». Базовые разминочные упражнения, которые мы делаем на тренировке, на каждой. Но это было очень даже простые движения. Но для кого-то они могли быть и сложными. Мы уже второй год подряд принимаем участие в этой акции. В прошлом году для ребятишек из детских домов мы устраивали мастер-класс, викторины. В общем, весело провели время. А в этом году принимаем участие в зарядке. Неплохо разогревшись, ребята сели на велосипеды и поехали наматывать четырёхкилометровые круги. Самые подготовленные из них в этот день преодолели более 20 километров. Сами ребята признаются. Уже сейчас, за месяц до пробега «Сердце километры» изрядно волнуются. Но отказываться от намеченной цели ни в коем случае не намерены. Мы ездим, зарядку делаем, в интернате бегаем, мы тренируемся. Волнения нет, что может на дистанции сил не хватить? Есть волнение. Кстати, велосипеды для тренировок уже не в первый раз нам предоставляет дирекция спортивно-массовых мероприятий. За экипировку мы благодарим «Спортекс» и Центр молодёжных инициатив «Форум». Все, кто желает помочь и приобрести велосипеды для детей из детских домов, звоните в редакцию по телефону 236-0136. Сергей Кузовков, Максим Галат. Новости. Дорога должна быть безопасной. Именно поэтому сотрудники ГИБДД сейчас объясняют нашим юным героям, как нужно правильно вести себя в пути. Ведь проехать предстоит немало, целых 700 километров по дорогам Большого края. И нам важно, чтобы всё прошло без происшествий. На импровизированных велосипедах ребята отрабатывают правильное поведение на дороге. Как оказалось, не зря. С первых шагов они начинают допускать ошибки. Поворот не туда, знак «стоп» ещё не освоен. В общем, есть чему поучиться. Ведь они уже полноправные участники дорожного движения, настоящие водители. Обучение должно происходить с раннего возраста, именно с того периода, когда они уже готовы и хотят вступить в эти ряды, в ряды водителей транспортных средств и выехать на дороге общего пользования. Они готовятся достаточно к сложному пути, к сложным участкам дороги. И на дороге может случиться всё, что угодно. И взаимовыручка, взаимопомощь, поддержка друг друга, она должна быть. Подготовка к пробегу идёт по всем фронтам. Ребята и учат правила дорожного движения, и дважды в неделю занимаются в спортзале. Говорят, друзья уже начали им завидовать. Наши юные герои могут и трюки на великах выполнять, и мышцами похвастать. Мускулы даже, и даже ноги подкачались. Выносливость тоже. Так уже вышло. Трюки там какие-нибудь выполняют даже. Например, там прыжки, иногда там прыгаем. Ну, в горки там всякие заезжаем. «Сердце километры» — проект, объединяющий людей. Призыв подарить участникам нашего пробега велосипеды нашёл большой отклик среди телезрителей. Всего за месяц нам удалось собрать почти все велосипеды для ребят. Для многих наших героев это первый серьёзный подарок в жизни. Ненастоящее исполнение мечты. Я сам сирота, оказался в приёмной семье. И сейчас вот я могу сказать, что один большой вклад сейчас делают люди, кто дарит детям велосипеды. Я очень благодарен, что мне подарили велосипед на сегодняшний день. И я считаю, что это большой вклад детей, которые не имели до этого какого-то большого подарка, получить его впервые. Вы тоже можете подарить радость ребёнку из детского дома, чтобы 13 июня они смогли отправиться в путь на собственных железных конях. Давайте вместе поможем детской мечте осуществиться. Алина Штоколова, Алексей Гусев. Новости. Участники велопробега «Сердце» километра уже больше месяца тренируются на острове Татышев. Каждые выходные порядка двух часов и 20 километров на велосипеде тренируются ребята под руководством Владимира Мусиенко. В неделю было минимум три тренировки. Одна велосипедная как минимум, одна беговая, одна ОФП или же вторая велосипедная. Давайте, чтобы какая-то система была, если вы хотите какого-то результата добиться. Владимир Мусиенко человек авторитетный не только для наших участников велопробега, а практически для всех спортсменов в Краснояре. Он 11-кратный обладатель титула «Айронмен» – «Железный человек». Мастер спорта по полиатлону и основатель Красноярской краевой федерации триатлона. Считает, для ребят сейчас важно тренировать свою выносливость. На мой взгляд, немножко отсутствует система их подготовки. Они зажигаются, когда их приводят сюда и когда с ними работает тренер. Необходимо, конечно, чтобы они все-таки был определенный режим, чтобы они каждую неделю делали определенную нагрузку. Тогда, я думаю, что в самом мероприятии в итоге он им будет, во-первых, и интереснее, во-вторых, они получат больше удовольствия. Желание у ребят есть, конечно, в определенной степени это украсит их летнюю жизнь. Рекомендации титулованного наставника. Ребята и их педагоги стараются выполнять. Для них каждая тренировка – огромная радость. Сначала бег 200 метров, а потом по трассе еще целый час. Нет, ну с велосипедом хорошо, но бег 200 метров – это мало. Они рвутся на эти тренировки, прям с удовольствием едут. Ну, также они катаются в детском доме, я им открываю велосипеды, они катаются там по территории. Они как бы всю жизнь катались бы на велосипеде, им ничего не надо, кроме велосипедов. Также ездим на тренажерный зал, они тренируются, там проходят тренировки, тренируются с инструктором, они познакомились уже, прям вообще уже рады. Они ждут уже 13 число, чтобы быстрее сесть на велосипед и уже уехать. Велопробег стартует уже 13 июня. До конца мая наша телекомпания еще принимает помощь для ребят. Все, кто хочет и может помочь приобрести велосипеды или экипировку для ребят из детских домов, звоните в редакцию по телефону 236-01-36. Дина Володина, Алексей Овстенников, Новости. Юные герои нашего велопробега «Сердце-километры» приступили к практическим тренировкам вместе с сотрудниками ГИБДД. Путь предстоит долгий и непростой, так что нужно быть готовыми ко всему. Поэтому сегодня ребята отрабатывают сразу несколько упражнений. От восьмерки и змейки до наклонной горки и брусьев. Упражнения сложные. Препятствия подаются ребятам далеко не сразу. Восьмерку нужно проехать по правильной траектории, не сбить кегли на змейки и войти в поворот. Это не просто развлечение, а серьезная подготовка к реальным дорожным условиям. Впереди может быть какая-то яма, канава, либо еще какие-то непредвиденные ситуации. И водитель велосипеда обязан своевременно среагировать. Мы видим, результат у нас получается, и получается выполнять те достаточно сложные элементы вождения. Поэтому здесь это тоже элемент мы отрабатываем, чтобы дети могли выбрать, подготовить, чтобы не было каких-то сложностей во время движения. Все задания наши юные герои выполняют под чутким руководством дорожных полицейских. Это уже второе занятие сотрудниками ГИБДД. И ребята признаются, нужно еще подучить правила и поработать над умением управлять велосипедом. Ведь они теперь полноправные участники дорожного движения. Трудно сегодня. Просто раз было полегче. Восьмерку объезжать, в горку переезжать. А так все нормально. Нужно будет также учиться маневрировать. И если здесь учиться, то в велопробеге будет легче это все сделать. На этот раз сотрудники дорожной полиции устроили настоящий экзамен для ребят. Мальчишки прошли тест на знание ПДД, но сдать его не удалось никому. Даже наставникам с их многолетним опытом вождения. А еще участники нашего пробега смогли сами сесть за руль виртуальной машины и понять, как видят их соседи по дороге. Нужно быть всегда предельно внимательными и понимать, что водители, даже нарушая правила, могут начать движение. Поэтому здесь нужно либо пропустить водителя, либо дождаться, пока он уедет, проедет в прямом направлении. Либо каким-то образом посигналить ему. То есть привлечь его внимание. В большой велопробег эти ребята отправятся 13 июня. Они проедут около десятка городов по всему краю. И везде их уже ждут. К этому событию мы готовились почти год. И обещаем, это будет незабываемо. Проект нас ждет. Огромный, колоссальный, грандиозный. И что для детей это будет не просто праздник, а, наверное, воспоминание на всю жизнь. Потому что программа, которую нам предложили на местах во всех этих городах, она просто потрясающая. Это и мастер-классы, это и какие-то полезные вещи. Да, ребята смогут овладеть какими-то полезными навыками. И многочисленные экскурсии, в том числе на производство, что тоже ребятам будет интересно. Это и путешествия, это и прогулки на пароме по Красноярскому морю. Но самое главное, они смогут еще раз напомнить взрослым о том, что каждому ребенку нужна семья. И в детских домах живут талантливые, спортивные и очень интересные ребята. И может быть, в конце пути у кого-нибудь из наших участников появятся настоящие, любящие мама и папа. Алина Штокова, Максим Галат, Новости.